Дорогие друзья, в Петербурге продолжается экранизация, такая странная экранизация Преступление-наказание, одновременно с Горьковским на дне, но все в формате телесериала, такая Санта-Барбара Это те новости науки, которые мы заслужили, но вместе с тем, конечно, это все представляет огромный интерес для врачей-психиатров И я, конечно, могу только удивляться, как я, человек, который так любит Клавдию Ивановну Шульженко, ее песни Так любит все нежное, радостное, легкое, воздушное, листочки осенние и весенние Вот как про меня все это можно сочинять Но тем это и интереснее, понимаете, искусство – это контрапункт Это какое-то противоречие текста и действия, действия и текста, образа и содержания и так далее И поэтому в этой связи тот бред, который вы сейчас услышите, очень-очень, мне кажется, представляет такой медицинский и драматургический интерес Я считаю, что самый страшный преступник здесь – это гражданин Коносенко Его место здесь, рядом со мной И я теперь это все понял, именно после того, как прошло какое-то время, все это сложилось в голове Более того, даже когда в институте сербского я давал показания, я еще всего не осознал Потому что, еще раз подчеркиваю, нужно какой-то срок пройти для того, чтобы понять Когда историк пишет, там, я не знаю, через полгода после войны, он ее не может, четко понять Когда он уже через несколько лет, он уже начинает осознавать, что произошло, понимая, так и здесь А первые дни я вообще ни о чем, вообще ни о чем Да и Панасенкова там и так далее, вообще я об этом не вспоминал Меня спрашивают только о том, что произошло в этот день Поэтому вполне понятно, что ни в каких моих показаниях я не говорю ни о каком Панасенкове Тем более, о изменении Анастасии, я об этом вообще понятия не имел и не знал Я два с половиной месяца после ее гибели был уверен, что этот человек, никакого другого мужчины не знал Я был абсолютно в этом уверен, но только потом все анализировали Все, я понял, что да, это так, и подтвердили свидетели моим адвокатам Все это было именно так Да, она предала, она пошла по другому пути, она стала другим человеком Она стала другим человеком И заставить ее стать другим человеком сделал гражданин Панасенков Это самый главный организатор трагедии Человек, который плясал, и это зафиксировано в интернете, от радости, когда узнал о гибели Анастасии Прошу адвоката той страны рассказать матери Анастасии, что вам помогает человек, который плясал от радости, когда узнал, что Анастасия погибла Потому что это значит гибель его врага Нет, я это очень хочу знать, чтобы родители Анастасии знали, что вы встречаетесь с человеком, который плясал от радости при гибели Анастасии Я рыдал, я хотел уйти из жизни, а этот человек плясал от радости Чудовище, людоед настоящий Так, хорошо Теперь я вам объясню, почему тогда я не придал этому значения Вы уже объяснили Вы знаете, многие совершенно верно отмечают, что вот моя книга «Первая научная история войны 1812 года» Это лучший материал, лучший учебник по так называемому личностному росту Ну действительно, вдумайтесь, был простой доцент, которых миллионы, с нищенской зарплаты О нем никто не знал И вот он прочитал мою книгу И теперь о нем знают все Вы понимаете, в этом есть какой-то действительно вот рост, успех Это настоящий успех А он всего лишь прочитал мою монографию Но в целом, конечно, я могу повторить, что это вызывает колоссальное удивление Потому что все, что я всегда делал, было направлено на... Ну понимаете, для меня главное это нечто любовное, нежное, насладительное, легкое И вот то, что завистники про меня несут в прессе и прочее Это, конечно, показывает именно степень вот этой животной, этой звериной зависти Ну и я научился питаться Вот он говорит, да, такие слова Но я научился питаться негативом Научился наслаждаться вот всем тем, что они делают против меня подло, мерзкого И чем больше они все это, так сказать, творят Тем, как сказать, я укрепляюсь Тем я закаляюсь Это приносит и славу И какие-то, понимаете, очень конкретные позитивные вещи Поэтому и всем вам Я думаю, что у многих, кто успешный и красив, и удачлив Обязательно есть завистники И дай, Дарвин, вам таких же пиарщиков И очень важно все это правильно воспринимать И перерабатывать Вы понимаете, как вот руду перерабатывают И дальше получают замечательные драгоценные металлы Ищут камни, да Это очень важно Поэтому я научился вот питаться тем, что завистники мне делают подлого и мерзкого Это очень важное качество Ну, а в этой связи с тем, что вы посмотрели, что вы наблюдаете эту Санту-Барбару Я, конечно, могу еще раз удивиться, как вот этот Ханурик, так сказать, мог преподавать в государственном вузе Кто его брал на работу, кто его держал Кто ему платил, пусть и нищенскую, но так или иначе, зарплату Надо, конечно, вопрос поставить об соответствии с занимающим своей должности Соответствие о соответствии с занимаемой должности его начальства И как он вообще преподавал, кому подписывал курсовые дипломы и прочее Все это надо, я думаю, серьезно перепроверить Но это дело второе, первое, это, конечно, момент художественный Это юмор, это арсистизм Пусть и на основе, так сказать, момента медицинского Но так или иначе, в наше время на Безмхатье И вот этот самый Олежек Рыба, потому что Я не знаю, как это назвать, аквариум То, где его держат, ограждают приличных людей Ну вот, собственно, вот так А вам удачи, счастья в это непростое, но очень интересное время Чудовище, людоед настоящий Так, хорошо Теперь я вам объясню, почему тогда я не придал этому значения Вы уже объяснили Чем ему питаться, когда у него кончается и конина, и говядина, и рыбий жир Вот он и жрет человека Ну еще-то вопрос есть у господинцев? Давайте, пожалуйста, а вот все-таки вернемся к вашим показаниям, которые я огласила А почему вы там ни разу не рассказали про Панасенку? Что у вас непрязненные отношения, что у вас были какие-то душевные волнения, о чем вы нам говорите? Мы даже отдаленно не говорили Там спрашивают только о ситуации, в которой я живу в вечере Ну мы тоже спрашиваем вас о конфликте, о ситуации А вы в судебном заседании начали про него рассказывать Столько всего ему было посвящено А? А что делать было через несколько дней? Но тебе будет очень несколько месяцев Когда я уже все это обзреваю И тупой доцент, тупой очень человек, понимаешь? Тупой доцент, тупой очень человек, понимаешь? Тупой доцент, тупой очень человек, понимаешь? Мне так нужна любовь твоя Как беззнателя И так нужна любовь твоя Как умница И ты об этом знаешь Вы знаете, когда ругают Басенку Человека, который с энциклопедическими Знаниями И обытирает в первую очередь Человек умница, человек гора Человек гост И все как умещается В этой маленькой человеческой коробке Один черт Или Бог знает Даже не могу Себе представить Как это все умещается В твою маленькую головку Если я скажу Басенков Спасибо тебе за такой шикарный стол Ты мне поверь Ты мне поверь Таких, где щедрых и добрых Не бывает Ты мне поверь Мне так нужна твоя книга, Басенков Мне очень нужна твоя книга, Басенков Какой ты удивительный Какой ты достойный, Басенков Боже мой, забрал удивительных людей Как можно забрать Мне так нужна любовь твоя Мне так нужна любовь твоя Мне так нужна любовь твоя И ты об этом знаешь